сейчас вы видите бассейн натуральный бассейн или натуральный плавательный пруд который работает без каких-либо насосов без растений и без всевозможной химии друзья дальше буду комментировать каждый этап строительства для того чтобы вам было проще понять что происходит на экране погнали но сейчас идет этап земляных работ а вы видите как искусно работает экскаватор щек сначала снимаем первый слой первый уровень самые мелкие так скажем дальше уже по разметке приступают более глубоким зонам обязательно нужно подсказывать ну то есть нужен человек который будет говорить показывать экскаватор щеку что делать ну и желательно конечно показать ему эскиз и вообще что в конце должно получиться то есть какие глубины и какие рельефы в противном случае может получиться все что угодно но не то что вы хотите ребята с лопатами обязательно в этот момент должно быть по кругу тоже помогать где-то счищать подчищать чтобы потом было меньше земельных работ они это делают за один световой день похоже ну на самом деле да такой то есть при опытном экскаватор щеки это можно сделать за одну смену здесь идет этап укладки геотекстиля и вот обратите внимание геотекстиль здесь термоскрепленный он видите такими полотнами ну как не тряпка да немножко жесткий это вот то чем отличается термоскрепленный геотекстиль он прокатом горячими волками роликами сверху и вот такой более пластиковый что ли соответственно он более прочный на прокалывание на прорастание лучше его применять это уже пошли накладывать пвх мембрану скорее всего она еще армированная там наверно полтора миллиметра здесь мы не видим и не знаем сначала они видите укладывают вертикальные листы на стену с нахлёстом для того чтобы потом пропаивать строительным феном ребята которые делают бассейн знает эту технологию вот такая особенность вы видите какая большая глубина в самом глубоком месте то есть там не менее трех метров вот некоторых случаях три с половиной четыре метра чуть позже я скажу почему именно так и для чего это нужно а вот уже вложили пвх мембрану на дно и нет еще не вижу не склеивают но пока короче нарезаю куски хотя не вон чувак там бегает тоже похоже расклеивает спаивает если быть точным цели сваривает до расправляют все аккуратненько чтобы никаких складок не было ну видимо все они уже не спаяли сварили и тут уже довольно бегают ступеньки пропаяли похоже на практически идеально складок противод набирают воду воду желательно тоже набирать все-таки из чистого источника здесь доставка щебня через бетоносмеситель получается с насосом да ну и на самом деле действительно удобно таким образом засыпать щебень или гравий вот но неважно как вы это делаете на самом деле важно что что вы его применяете для того чтобы в биоплато биофильтры образовались бактерии которые как раз и будут принимать участие активные об очистке воды так и здесь давайте отмотаем назад немного тут интересный этап связанный все таки небольшой технологической частью этого круга хотя тут и не применяется никакой оборудование вот здесь давайте остановимся значит в этом случае что мы здесь что тут у вас сделал вы видите как деревянный каркас ну в данном случае он нужен для того чтобы потом вы увидите тут уложены плиты чтобы ходить ну и как бы такая перегородка которая защищает меня отгораживает зону биофильтрации от плавательной части трубы в этом случае уложены такими как бы галочками что ли ну то есть свободные концы труб направлены в основную чашу и труба это дренажная то есть каждом каждой трубе много отверстий дальше и вы наверное поймете сами либо ну я подскажу что в общем то для чего это нужно люди которые уже строили пруды или в теме они понимают что необходимо обеспечить водообмен в зоне биофильтрации вот как раз эти трубы нужны для этого давайте смотреть дальше что они делают например применение машин механизм конечно классная штука в зону биофильтрации они также засыпают вот там придерживают фанеры чтобы вовнутрь не насыпалось никуда ну а боковая стенка там уже видимо сделана нам сейчас это не видно и постепенно постепенно зона биофильтрации она заполняется щебнем или в данном случае да щебень одной фракции здесь кстати применяют очень похоже на 5,20 нашу фракцию может быть чуть крупнее так ну вот как я и говорил значит в этом случае укладывают плиты вам даже керамогранит что ли а может быть дерево нет деревянные деревянные плиты и вот получается такой результат плавательный биобассейн то есть или природный бассейн природный плавательный пруд не знаю можно называть по-разному выглядит это конечно как классический почти как классический бассейн поэтому скорее наверное все таки правильно называть это природный бассейн бассейн с природной водой с натуральной водой ну и вот не на тут плохо видно ну то есть вот здесь вот в этих местах вдоль стены труб трубопроводы выходят наружу и и получается что что у нас происходит давайте вернемся сейчас ну наверно к страйку вот ну вот пусть будет пусть будет вот здесь да вы видите то есть значительная глубина 3 то есть 4 метра а вот углом под 45 градусов стены тоже с наклоном изобретатель этой технологии утверждает и проповедует то что ну как бы за ней есть законы физики есть разность разница температур значит на дне пруда или бассейна и снаружи и за счет этого создается конвекция вода все равно циркулирует и проходит у создаются такие течения внутри внутри чаши и в том числе создаются эти потоки в тех самых вот значит желтых будем называть их желтые трубы вот желтые дренажные трубы вода попадает туда и значит поднимается в через через отверстие проходит поднимается уже потом через биофильтр и таким образом свежая вода как бы свежая с каким-то количеством кислорода поступает в биоплоту и таким образом значит вот этот вот цикл водообмена он происходит естественным так скажем способом но помимо всего прочего ветер создает какие-то течения и движения воды купальщики которые значит купаются в этом пруду они тоже способствуют водообмену между зоной биофильтрации ну и я так понимаю на на этом и основана вся вот эта вот технология такого бассейна или биоплуда как вы видите это именно бассейн здесь нет рыбы поэтому обратите внимание что эта технология применяется лишь только для бассейнов для купальных прудов вот но не ни в коем случае не для прудов с рыбой потому что это сразу другая двойная тройная нагрузка на биологию и таким образом вы просто испортите свой проект поэтому если вы хотите построить плавательный биобассейн или биопрут то вполне вероятно вы можете использовать эту технологию поинтересовавшись еще в интернете о ней доктор тех называет этого чувака который эту технологию проповедует или изобрел вот он по моему австриец не помню точно ссылку на оригинальное видео я оставлю в описании вы можете посмотреть зайти вот интересоваться другими видосиками вот конечно же такой бассейн или пруд обязательно нужно убирать точно также пылесосить как и обычный бассейн поскольку водоросли все равно будут образовываться и выпадать осадком на дно но вот они в некоторых видео утверждают что как раз за счет такой большой глубины они оседают на дно и не создают помех потом то есть в обслуживании труда и так скажем в его эстетическом виде вот и вроде как опять же это по их словам пруд такой можно обслуживать один раз в год и два раза в начале сезона и в конце сезона вот я не знаю ребята я такой такой технологии пруд не строил и бассейн не делал поэтому как бы от себя исходя из своего опыта сказать ничего не могу посоветовать но вот такая технология имеется присутствует так что вы можете если вдруг они не знали можете задуматься о строительстве именно такого труда или такого бассейна сэкономить значительные средства на значит на скеймере хотя по большому счету я бы в эту технологию скеймер бы воткнул и наверное бы это было бы еще лучше но все таки получается что с очком вам придется ходить вот либо это все будет на дне вот ну то сэкономите на скеймере на насосе о чем еще пожалуй вода 2 статьи экономика ну и на остальных на трубопроводах каких-то еще дополнительных на электричестве конечно же сэкономите аэрация тут тоже как видите не применяется да на компрессоре сэкономите на аэрационных дисках кстати подписывайтесь на мой телеграм-канал ссылки будут тоже в описании там на самом деле я уже выкладываю и ссылки на другие видео которые нет на моем канале они доступны для просмотра только по ссылкам из телеграм-канала поэтому вы можете подписаться на телеграм там помимо ссылок есть уже несколько статей есть мои ответы на вопросы вот но там так скажем информация в другом формате более расширенном она не дублируется с информацией на ю тубе а вот поэтому вы ну так скажем обогатитесь дополнительной информацией они условно говоря зайдете скатрует это опять продумевают то же самое что на youtube канале ну то есть понимаете то есть там вы сможете все-таки увидеть что-то новенькое для себя вот напишите кстати в комментариях интересен ли вам такой формат стоит ли мне дальше какие-то видео комментировать может быть вы кинете какие-то ссылки на те видео которые вы хотели бы чтобы я их либо перевел либо просто как-то прокомментировал так что буду рад вашему вниманию вашей активности в комментариях вот на этом прощаюсь с вами пока пока с вами был Денис пруд пруди увидимся в ю тубе и Субтитры сделал DimaTorzok